Инвестирование в новостройку – тема, что называется, с вариациями. Вы, конечно, можете пойти к застройщику напрямую, но можете выбрать и окольные пути к подрядчикам или поставщикам строительных материалов. Кстати, ничего криминального в этом нет. Но только если ваш договорный партнер выполняет свои обязательства. В противном случае строительная компания может дать отворот-поворот, даже если вы заплатили за квартиру сполна. Мне мебель подарили подруга. Думаю, временно-временно, а теперь вот думай, что делать. Все заставлено, потому что рассчитывали уже на квартиру приобретали. Эта маленькая заставленная мебелью квартирка для Ирины Захаровны и ее дочери – напоминание несбывшихся надежд. Осенью 2009-го они были связаны с покупкой отнежки в новостройке на Бориса Богаткова. При этом собранный за 7 лет миллион стоил немалой крови. Работали мы с 2001 года в школе, уборщицы в одной школе, во второй. На двух ставках я, на двух ставках дочка работала. А выходные и праздничные дни, ну на сезон, так сказать, мы работали в зеленходе. Убирали набережную и аллеи на восходе. Роковой для Ирины Сотниковой в свое время стала встреча со Светланой Мишиной, финансовым директором компании «Восход Трейд». Обещавший содействовать заключению основного договора с застройщиком. Этот документ родился на Божий свет уже через несколько дней и даже прошел через горнило госрегистрации. Но 950 тысяч осели на счетах посредника. Восход Трейда. Я спросила, где третья сторона? Я же плачу деньги третьей стороне. Застройщик мне ответил, у нас стандартная форма договора, одна на все случаи жизни. Директор строительной компании Егор Ватяков сегодня не отрицает факта былой договоренности с «Восход Трейдом». В 2009 году в сезоне месяца мы заключили договор о поставке материала компании «Восход Трейд». То есть там кирпича или бетона. Она, значит, взяла на себя шесть квартир. Но из шести квартир «Восход Трейду» удалось отработать только четыре. После этого строительная компания охладела к партнеру. Цены стали завышены за материал, нам это стало неинтересно. Соответственно, две квартиры подвисли. Но в то время, я так понимаю, по ним уже часть платежей прошла, да? Да, по одной квартире прошло, по-моему, сто тысяч, по другой девятьсот. Еще несколько раз сроки оплаты договора с Ириной Захаровной продлялись. Но эти отсрочки не решили главного. Финансовых расчетов по квартире так и не произошло. В итоге договор был расторгнут в одностороннем порядке. Уже более полугода Ирина Сотникова вооружена и решением суда в свою пользу. И хотя прокурор требовал защиту пенсионерки 2 миллиона с поправкой на рыночную стоимость, а суд остановился на тех же 950 тысячах, и эти деньги взыскать с восход трейда не представляется возможным. Организация деятельности не ведет, официальное имущество за ней не зарегистрировано, на счетах денежных средств нет. Поэтому в данном случае перспектива взыскания очень плачевна по данному исполнительному производству. Ситуация усугубляет и то, что Светлана Мишина вышла из состава учредителей компании. Сейчас ее судебный пристав исполнитель Мишину пригласил к себе для предупреждения об уголовной ответственности по статье 315 и 177. Это не исполнение решения суда, 177 это кредиторская задолженность. Впрочем, уже сегодня Светлана Николаевна проходит подозреваемый по другому уголовному делу. По данному уголовному делу потерпевшим проходит 10 человек на настоящее время, однако мы полагаем, что данные являются не исчерпывающим и будут еще потерпевшие. Встретить саму виновницу торжества нам посчастливилось в прошлом году, когда съемочная группа программы нагрянула в офис компании с другими страждущими денег потерпевшими. В этом случае тоже растворились в поставках строительных материалов. Извините, я не понимаю формулировку растворились в поставках. Есть даже документы оборот. Значит, я сейчас не буду дальше с вами общаться только потому, что я имею на это право. Нетрудно догадаться, что и сейчас Светлана Николаевна не склонна откровенничать. Вы в следствие обращайтесь, пожалуйста, там вам все расскажут. А почему в следствие? Вы же брали деньги у людей, а не следствие. Я действовала за доверенностью. От кого? Директора Госпожа Муратова. На сегодняшний день Госпожа Муратова несла огромный материал, и сейчас нет. Поэтому все вопросы, пожалуйста, для Госпожа Муратовой и в следствие. Впрочем, бывший партнер Наталья Муратова от финансового гения «Энд Мишина» открещивается как может. Я была номинально, она была руководитель полнейшей, которая вела сделку от начала до ее завершения. Ну, вам подтвердит любой. Моя проблема в том, что надо было раньше выйти, потому что быть номинально директором, я теперь поняла, это не только не есть хорошо, это серьезнейшая моя ошибка. Мишина предложила достаточно такой удобный и выгодный вариант нам в виде того, что «Совентек» продавала квартиру за порядка миллион пятьсот, то есть упуская там цифры, а Мишина предлагала на порядка двухсот тысяч меньше. Оксана Сузопова с горечью рассказывает историю своей мамы, точно так же обжегшейся на посреднических комбинациях Светланы Мишиной. С одной лишь только разницей. В документах фигурирует другая Мишинская ипостась «Общество с ограниченной ответственностью бизнес-услуги» и другой застройщик «ЗАО «Совентек». Спустя первый месяц не было поставки, тогда Мишина нам сказала, что бетон пока она не может поставить, мы перезаключим договор и было у нас создано дополнительное соглашение номер один. Далее это все продолжалось, то есть номер два, номер три и так в течение этого промежутка времени. От скандальной известной компании в «Совентеке» сегодня тщательно дистанцируются. На момент прихода Светланы Николаевны в офисе я вообще не знала, что она в «Осходе» работает. Я ее никогда не знала, никогда не видела. Был подписан договор долевого участия и готовился договор поставок на бетон. Дело осложняется еще и тем, что за сделку должна была рассчитаться поставка бетона другая компания. Сегодня, кстати, банкрот. Все предложения, которые поступали в последующем от Светланы Николаевны, дабы закрыть этот договор долевого участия, они были неприемлемы. Или по очень высокой цене бетона, или же по организациям, которые мы заранее знали, что предоставят некачественный бетон. Бартерные сделки – посткризисный вариант для многих российских застройщиков, которые не могли платить партнерам живые деньги. Не сторонятся таких схем и агентство недвижимости. Впрочем, с одной существенной поправкой. Никакие устные договоренности, заверения, обещания, их не существует. Первое правило – верить только документам. И если будет договор тростиной, то здесь получается, что застройщик никак не сможет отъехать. Договор застройщика с подрядчиком, а уж тем более акт выполненных работ, могут быть гарантией того, что схема взаимозачетов не рассыплется, как карточный домик. Акт есть, квартиры отработаны. Если не отработаны, а может быть, когда они отработают, тогда должны быть прописаны риски о том, что вне зависимости от того, отработают или нет, квартиры уже переданы. И это риски не клиента. Сегодня более десятка пострадавших от мутных схем бизнес-услуг и восход трейда уповают только на расследование уголовного дела, в рамках которого может быть наконец-то предъявлено обвинение Светлане Мишиной. Светлана Мишина